Алексей Чайко в вооруженных силах СССР служил в медицинских войсках. Его армейский опыт очень пригодился во время Баткенских событий в конце 90-х годах прошлого столетия. Он был в числе первых, кто столкнулся с вооруженными людьми. Выехали мы в Баткен уже после небольшой подготовки 20 марта. Туда прибыли, построили блокпост Курбака. Когда приходилось лечить раненых, наших ребят погибло, ну вот, нашего батальона 24 человека. Сейчас никакой помощи от государства на данный момент нет. Все ждем чудо, верим в это, что нам когда-то назначат. Этот день в Кыргызстане отмечается как день памяти погибших при исполнении своего воинского долга 21 год тому назад. В начале августа 1999 году группа экстремистов вторглась на юг Кыргызстана и долгое время удерживали в страхе населения села Азардалы. Мой сын принимал участие в Баткенских событиях. Служил он в 6-м абоне от войсковой части 73-809. Пропал без вести. Первый день. Первый день вот этих вот начала боевых действий. Потом судом был признан уже погибшим. Награжден орденом Монастрии Третьей степени. После церемонии возложения венков к монументу памяти воинов-баткенцев мероприятие продолжалось в парке победы имени Даира Асанова. Участники митинга почтили минутой молчания и трехкратным оружейным залпом память погибших каргызстанцев. Они остались ради своих детей и будущего нашей страны. На сегодняшний день после событий 99-го года, 2000-го годов, отношение к армии абсолютно изменилось. На сегодняшний день мы имеем боеспособную, обеспеченную армию. В целях увековечивания подвига героев, сохранения исторического наследия, преемственности и военно-патриотического воспитания, 8 лет тому назад приказом министра обороны 26 октября объявлен днем чествования памяти воинов-погибших во время баткенских событий. Усен Кульбаев, Бегжан Туктосунов, Аллато, 24.